За последние годы в Алматы проведена колоссальная работа в развитии науки. Объём инновационной продукции вырос почти на 40%. Мегаполис по-прежнему локомотив отечественного предпринимательства. В своём выступлении на форуме Аким Алматы Ахмеджан Исимов отметил, что в городе сосредоточено 60% предприятий малого и среднего бизнеса страны. В прошлом году налоговые поступления в казну государства увеличились вдвое. На мегаполис приходится пятая часть внутреннего валового продукта и 29% налоговых поступлений в масштабах республики. По словам Акима, ежегодно в Алматы въезжает более 200 тысяч иногородних граждан. Следовательно, растёт потребность горожан в новых рабочих местах. В прошлом году в городе было создано 18 тысяч. Это хороший показатель. Но если в год к нам въезжает более десятков тысяч приезжих, то, естественно, необходимость создания новых рабочих мест всегда будет стоять над городом. Это проблема развития города, над которым нам, наверное, совместно надо работать, думать о новых путях. Развитие программы устойчивого развития туризма – ещё одно направление, которое, по мнению Акима Алматы, городские власти должны развивать совместно с учёными. Алматы и Алматинская область – регион особой туристической привлекательности. В прошлом году мегаполис посетили более 800 тысяч туристов. Уже в ближайшее время этот показатель планируют увеличить до миллиона. Ахмеджан Исимов отметил важность горнолыжного туризма. Благодаря разработке проекта «Курорта Кокжаэляу», куда были привлечены эксперты из Австрии, Швейцарии и Франции, создаётся 5 тысяч рабочих мест. 5 тысяч рабочих мест иметь в горнолыжном курорте, или это равносильно созданию 10 заводов, таких как Алматинский завод тяжёлого машиностроения. Завод, куда надо возить грузы, вывозить грузы. Завод, который должен потреблять электроэнергию, газ, уголь, должны цеха работать, естественно, это и выбросы. Поэтому это для нас очень перспективное направление. Я вас призываю, давайте будем активно участвовать в научном обеспечении развития туризма в нашем регионе. Также Ахмеджан Исимов акцентировал внимание на решение экологических проблем мегаполиса. Городские власти разработали программу по переводу общественного транспорта на газ. Был создан первый муниципальный автобусный парк. Закупили 600 машин. Организация транспортного движения, улицы города и транспортное движение в городе Алмате сложилось в 50-х, 60-х, 70-х годах. И с тех пор не пересматривалось. Сейчас мы объявили тендер. Пожалуйста, участвуйте. Чтобы было 60 лет назад количество транспорта в 20 раз меньше, чем сейчас было тогда. Совершенно, естественно, нагрузка изменилась. На один километр дорог сейчас приходится 400 автомашин в городе Алматы. Одно из приоритетных инновационных направлений развития мегаполиса – создание индустриальной зоны в Алатауском районе. Она будет расположена на территории площадью 400 гектар. Создадут 20 тысяч рабочих мест. Айжан Тимирбаева, Женебек Бимагомбетов, телеканал Алматы.